МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Профессия учёный возникла задолго до появления многих других специальностей. В Средние века в Европе так называли в основном профессоров университетов. Сегодня учёный – человек, внёсший реальный вклад в науку, эксперт в одной или нескольких областях знаний. Как стать учёным? Узнаем, побывав в Чувашском государственном университете имени Ульянова. Техническое творчество – один из самых простых способов применить научные знания на практике. Неудивительно, что в этой сфере наибольшее количество патентов. Технические кафедры ЧГУ оснащены самым современным оборудованием, чтобы будущие выпускники, придя на производство, не переучивались, а включались в работу и высказывали рационализаторские идеи. Я хочу представить установку для сварки трения перемешиванием. Эта установка создана за счёт средств университета, создана с участием студентов. Студенты принимали участие и в проектировании установки, и в качестве операторов работают сейчас на установке. Кроме того, с этой установкой работают и наши молодые выпускники. Процесс сварки происходит при комнатной температуре. Никаких внешних воздействий, перегрева не происходит. Смысл сварки, если в двух словах объяснить, в том, что инструмент, имея спираль, определённую геометрию, начинает перемешивать металл между двумя половинками. Тем самым металл становится одним, ну и целым, из двух половинок. Этот метод сварки очень перспективный на сегодняшний день. Ему нет равных по прочности сварного шва. Электродуговая сварка и все остальные виды сварок уступают в этом плане. Это внутриуниверситетская опытно-конструкторская работа. И знания факультета энергетики и электротехники, вот их знания, они применимы в том числе и в создании вот таких вот опытных образцов технологических установок. Вообще в университете, в Чувашском государственном университете, образована команда, которая в группе технических факультетов с тем материальным местоночным парком может по праву считаться малым предприятием полного цикла. Мы способны делать как нетиповые, малосередные технологические установки, делать под ключ документацию к ним проектную, производить впуск, монтаж, наладку. На современных инновационных производствах научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы НИОКР играют очень важную роль. Поэтому студентов машиностроительного факультета учат этому с первых курсов. Человек, способный к науке, может проявить себя достаточно рано. Я студент машиностроительного факультета, поступил сюда на бакалавриат, закончил его. Сейчас живу в магистратуре, участвую в различных соревнованиях, в частности в РОО. В прошлом году участвовал в БРО 2016, прошел финал на российском этапе, занял третье место. Далее попал в сборную России и участвовал на всероссийском этапе, который проходил в городе Нью-Дели, Индия. В этом году готовлюсь к 2017 году. Сейчас готовлюсь к федеральным тренировочным сборам, чтобы снова попасть в сборную России и, соответственно, защищать честь России на международной арене. Это не в тягости, это именно в радость заниматься таким делом. То есть я занимаюсь в свободное от работы время, и мне это нравится. Электротехнические специальности – своего рода визитная карточка Чувашского госуниверситета. Ведь начинал он свою работу как волжский филиал Московского энергетического института. Сегодня это признанная во всей России научная школа. Ее выпускники успешно трудятся на всех идущих предприятиях электротехнического кластера – ЧАС, ЭКР, ВНИИР, Бреслер, ХИЛ. Постребованы они благодаря тому, что хорошо подготовлены. А хорошо подготовлены – благодаря тому, что учебный процесс постоянно совершенствуется. С наличием того оборудования, которое вы видите в этой лаборатории, он не зря называется у нас Центр цифровых технологий. То есть цифровые технологии сегодня входят не только в телевидение, информационные системы, но и в процесс обучения входят. И это дает неизбежно, конечно, достаточно хорошие результаты. Наши студенты всегда востребованы. Мы 100% обеспечиваем устройство на работу. У нас к студентам относятся очень доброжелательно, с пониманием. Идем на встречи друг с другом, с учетом того, что все-таки люди работают. Нужно дать возможность приехать, уехать, поработать. На всех кафедрах нашего факультета есть возможность совмещать теорию с практикой. Есть оборудование, студенты могут заниматься в дополнительное время. Наука и градостроительство – вещи неразделимые. Со времен пирамид технологии сильно изменились и продолжают обновляться. Вот и появляются на строительном факультете такие специальности, как уникальные здания и сооружения. Чтобы в будущем студенты стали профессионалами в самом высоком понимании, их образовательный процесс также неразрывно связан с наукой. Перед вами башенный кран КБ-403А. На данном кране студенты изучают дисциплину учебную, подъемные, транспортные механизмы и строительные машины. И вот как раз можно посмотреть работу данного крана. У нас на строительном факультете действует четыре научных кружка. Это расчетчик, где мы выполняем расчеты уникальных строительных сооружений и зданий. Динамические расчеты те же самые выполняем. Следующий кружок – это строительные материалы, то есть разбираются, обследуются современные строительные конструкции, ограждающие конструкции. Затем у нас есть изыскатель, где выполняются геодезические, геологические изыскания. И еще один кружок по архитектуре, архитектурное творчество или проектировщик. На строительном факультете создано строительно-конструкторское бюро. Строители я являюсь руководителем данного бюро. Членами СКБ-строителей являются наши студенты старших курсов, магистры, инженера кафедры. Непосредственно мы выполняем хоздоговорные работы, такие как геотехнический мониторинг, обследование несущей конструкции зданий и сооружений, разработка архитектурно-планировочного решения. Привлекаются студенты старших курсов и непосредственно получают практический навык. В данном, за последние годы, с 2014 по 2016 год, на строительном факультете выполнена научная работа, научно-исследовательская работа, более чем на 9 миллионов рублей. Чувашский государственный университет имени Ульянова – лидер среди республиканских вузов по количеству грантов на научно-исследовательскую деятельность. И льви на их долю приходится на химико-фармацевтический факультет. Кстати, большинство ученых здесь – свои же студенты, бывшие и нынешние. Наука – это то же самое искусство, что и живопись. Кто-то пишет картины, кто-то вот, получает новые соединения. Когда получается что-то новое, когда реакция получается, хочется работать дальше. Ну, когда не получается, сидишь долго, долгими ночами думаешь, что же не так, спешишь на работу поставить какую-то новую реакцию. Ну, то есть, любая такая творческая работа, она увлекает, теряется уход времени. То есть, можно работать ночами, днями, без выходных. Есть стимулирующие меры нашего университета. Вот у нас есть различные стимулирующие плоды за научную работу, публикации. Ну, и стимулирующие меры со стороны государства. Различные гранты появились, стипендии. И это очень положительно повлияло на нашу работу. Видите, мы закупили новые оборудования, новые мешалки. Новое оборудование спровоцировало новые исследования. Мы можем больше теперь исследований ставить. Повелись новые результаты. Если бы мы раньше печатали несколько статей, там, 3-4 в год в российских журналах, то теперь мы пишем больше 10 и в российских, и в зарубежных журналах. То есть все эти меры стимулирующие, они, по крайней мере, на наш коллектив, повлияли очень положительно и повысили, конечно, результативность. У нас, допустим, все вот молодые, тоже если оперировать к молодым, все имеют, абсолютно все, свои гранты. Но и не только молодых поддерживают, но и меня поддержали, декана поддержали, тоже имеют свой грант. Поэтому сейчас с финансированием грех жаловать. Очень хорошо. Ну, например, вот мы, в частности, планируем в ходе гранта попробовать получать солнечные батареи, то есть те, которые, собственно говоря, будут преобразовывать световую энергию в электрическую или, наоборот, электрическую световую, как это реализуется в Олет-технологиях. Это не магия, не волшебство. В химических лабораториях ЧГУ изобретают новые вещества и способы их применения в сельском хозяйстве, пищевой промышленности, машиностроении и, конечно, в медицине. И даст бог, именно наши ученые найдут лекарства от рака. Разработки в этом направлении ведутся в содружестве с медицинским факультетом Чувашского госуниверситета. Они синтезируют целый пол веществ, различные структуры, и в том числе предполагают, что они могут обладать противораковой активностью. И еще одна группа веществ, которую мы изучаем, это вещества природного происхождения, для повышения активности которых мы тоже просим химиков их модифицировать. И тестируем наши лаборатории. Но это самый первый, первичный скрининговый этап, когда до того, как работать на животных, мы пытаемся работать в системе инвитро, то есть посмотреть, как это вещество работает в биологической системе, воздействует непосредственно на клетки. Кстати, вы заметили, что во всех мастерских и лабораториях картины одна и та же. В тесном соавторстве работают и профессора, и аспиранты, и студенты. Это потому, что вузовская наука – самая демократичная. Приобщиться к ней могут даже первокурсники. Здесь, как ни в какой другой сфере, развита преемственность. Ученики очень быстро сами становятся учителями и растят уже собственную смену. Преподаватели очень открытые, и сразу видно, что они обожают свой предмет. И каждая лекция, ну вообще каждое занятие не обходится без того, что преподаватель советует дополнительную литературу. Не в том плане, что нам обязательно нужно прочитать это по программе, а для общего развития, и это всегда интересно. Еще одно важное направление, над которым работают все факультеты и госуниверситет в целом международный обмен. Наука тоже глобализируется очень стремительными темпами на протяжении последних столетий. В науке это произошло гораздо быстрее. Поэтому научное сообщество, оно более отвечает международным вот таким вот требованиям. И не случайно и у нас в университете, вот мы находимся в китайском культурном центре, очень активно развиваются международные контакты с нашими зарубежными партнерами, в частности, из Китайской Народной Республики. На сегодняшний день Китай – это один из центров, в том числе и науки. Мы, конечно, ориентируемся на приоритетное направление, то, что нас заинтересует, китайских товарищей заинтересует. Отшляется студенческий обмен. Вот не так давно у нас студентка Якулева Кристина вернулась из Китая, из Аньхойского государственного университета. Это наш партнерский вуз. У нас есть с ним договор о таком долгосрочном творческой работе, творческом исследовании различных проектов. Вот такой портрет современного ученого у нас получился. И если кто-то думает, что наука – это что-то недосягаемое, и занимаются ею исключительно небожители, или вообще люди не от мира сего, это не так. Ученые – такая же специальность, как и многие другие. Нужно только знать, где обучают этой профессии. Например, в Чуварском государственном университете имени Ульянова. Продолжение следует...